Общественная палата совместно с волонтерами и представителями власти обсудили меры поощрения добровольческого движения в Якутии. На сегодняшней встрече озвучили как материальные меры поддержки, так и льготы волонтерам. О том, как планируют развивать добровольческое движение в регионе, узнала Юлия Великодная. Все меньше становится так называемых социальных волонтеров, которые оказывают помощь людям, как когда-то тимуровцы. На сегодняшний день основная направленность на события, то есть по приглашению добровольцы помогают в организационной работе на спортивных мероприятиях, либо на различных форумах. Современный волонтер должен уметь общаться в первую очередь и быть бескорыстным. Я начала заниматься волонтерством, потому что меня привлекло общение с людьми и общение в основном с иностранными людьми, потому что мне интересно изучение языков. В качестве материальной поддержки в виде субсидий в этом году получили две волонтерские организации. Центр по работе с волонтерами и общественная организация «Сахам Сире» на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. А также ежегодно выделяется грант главы республики. К тому же существуют нематериальные меры. Так на Бали молодежи определяют лучших в республике. Ежегодно награждают знаком лучший волонтер Якутии. У нас есть определенные предложения в части информационной поддержки волонтеров. Мы предлагаем, чтобы деятельность волонтеров и добровольцев на безвозмездной основе постоянно в средствах массовой информации освещали, информировали. И также сейчас у нас находится на согласовании проект закона о развитии добровольчества волонтерства республики Саха-Якутия. На совещании подняли вопросы об обучении волонтеров и необходимости, помимо грантовой поддержки, дополнительного финансирования. В ходе дискуссии также обсуждались планы мероприятий и концепции развития добровольчества в Якутии. Ну а для мотивации молодежи предложили использовать популярные соцсети, тем самым призывая принести пользу обществу. В данное время сейчас достаточно поддержки, скажу. Они нам предоставляют, можно сказать, все. Вот проезд оплачивает. Конечно же и спонсорство тоже помогает. Но в данное время все хорошо поддерживается, можно сказать, со стороны государства. Среди якутян, оказывающих помощь безвозмездной, не только молодежь. Есть и зрелые люди, которые пришли к этому осознанно. Многие являются добровольцами всю свою жизнь. И неважно, есть за это поощрение или нет. Юлия Великодная, Александр Жуков, НВК Саха, Якутск.